Она у тебя текучая, ты плачешь? Не будет текучим расстроения, нет. Или мы будем пушистым мазком рисовать? Весёлым. Весёлым мазком. А весёлый давай выберем, какой из них весёлый. Настроение будущих рисунков 8-летний Толя Кацин выбирает несколько раз в месяц. Посещение занятий в социальном центре – одни из самых ярких моментов в жизни мальчика с непростым диагнозом. Церебральный паралич отнял у Толи возможность нормально двигаться, но ребёнок отчаянно борется. С кистью в руке он пытается дать свободу мысли, полёт которой никакая болезнь удержать не может. Центр взрыва. А, точно. А по краешкам что будет? Чистец. Ну давай, нарисуй по краешкам. Сначала было сложнее. Взять кисть в руку, которая тебя не слушается, неимоверно тяжело. Что уж говорить о каких-то конкретных объектах. Зайчиков, лисичек и кошечек в этой комнате рисуют редко. Вот мы с Толей попробовали рисовать дождь. Капли текут вниз. Это задание. Или он рисует пушистый мороз. Так вот, да, пушисто. Он наносит определённым образом мазки. Это грамота. Её ей овладевают просто все дети. А им это очень важно, потому что они ещё и кисточку-то держат, не как все дети. Научиться хоть немного владеть неслушающимся телом – главная задача занятий. Рисует Толя не больше 15 минут за раз. Быстро устает. Поэтому результат даётся тяжело и постепенно. Но всё-таки он есть, что позволяет совершать маленькие чудеса ещё и дома. Расскажи, что мне считаешь. Уже за кадром Толя без всяких расспросов признаётся. Его главная мечта всё-таки пойти ножками. В первую очередь в магазин за чипсами. А ведь это вполне возможно. По словам мамы Толи, существуют прогрессивные методы реабилитации. Хотелось бы попасть в какой-нибудь центр, где нас бы обследовали нормально. И провели хороший курс реабилитации. Ну и посмотрите, пойдёт на улучшение или нет. Потому что у нас как-то мы стоим в одной паре. Мы не двигаемся ни назад, ни вперёд. Непонятно. Впрочем, подобная реабилитация не из дешёвых. Поэтому, услышав историю маленького Толи, наша редакция предложила семье стать первыми героями проекта «Дари добро». Показать на своём примере, что безвыходных ситуаций не бывает, и найти необходимую поддержку можно. Но об этом в следующей серии проекта. Следить за всеми этапами акции можно на сайте daridobro.tv, а также в социальных сетях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...